Инициатором создания электрогорского отделения организации «Дети войны» стала Светлана Конкина. В рядах этой организации сегодня состоит более 700 человек. Поздравить ветеранов пришел глава города Денис Семенов. Вы одна большая дружная семья. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы ваш совет, ваше, так скажем, ветеранского общества «Дети войны», оно только наполнялось и наполнялось. И дай Бог вам удачи, успехов. И вы всегда можете положиться на мою поддержку, на помощь администрации. Мы, что в наших силах, всегда вам будем оказывать всегда внимание, содействие. Дети войны никогда не остаются в стороне. Всегда в первых рядах. На высадке деревьев, на субботниках, на праздниках. Активно ведут работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Пишут стихи, выезжают на экскурсии. Очень приятно, что вы близки по духу, вы близки и по возрасту, и по общим интересам. И вот так вот вы сплоченно дружите. Вас можно уже так назвать одной большой семьей. Когда я буквально недавно посещал ваш совет, и так был немножко как бы удивлен тем, что вы проходите в своем возрасте, проходите по более старшим товарищам, по более старшим коллегам, жителям, уделяете внимание, оказываете помощь, поддержку, внимание, заботу. Где-то и продуктами помогаете, и лекарствами. Это на самом деле очень дорогого стоит и очень важно. Дети войны – поколение людей с огромным чувством ответственности и патриотизма. Но мы все помним, наш дух не сломлен, душа как прежде молода. Воспоминания – главное богатство поколения детей войны. В память о своем военном детстве они выпустили книгу. Я дарю вам книгу, которую мы издали, в нашей организации. В 2013 году мы зарегистрировались, а в 2015-м выпустили книгу воспоминаний. Пожалуйста, прочитайте. Память о вкладе нашего народа в победу над фашистом необходимо для подрастающего поколения. И передать ее потомкам – главная задача членов организации «Дети войны». «Дети войны».